Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о семье певицы Натальи Королевой. Не успела Наталья Владимировна оправиться от страшной трагедии, в результате которой сын певицы лишил жизни ректора Московского института, как в семье Артистки произошло новое несчастье. На этот раз в криминальный скандал угодила мама Натальи Королевой Людмила Порывай, которая уже 10 дней находится под домашним арестом по делу о убийстве ректора института культуры. За новое шокирующее преступление Людмиле Порывай грозит до 7 лет лишения свободы. По данным СМИ, чрезвычайное событие произошло в московской квартире Натальи Королевой, где гостила Людмила Порывай и временно осталась одна. По словам очевидцев события, матери Натальи Королевой не понравилось, каких соседей шумно отмечают праздник в своей квартире. Существует версия, что Людмила Порывай в момент преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения, так как вела себя крайне неадекватно. Сначала она потребовала, чтобы хозяин соседней квартиры вышел на лестничную площадку для разговора. По непонятной причине мать Натальи Королевой в момент разговора держала в руках домашний топор и нанесла своему 30-летнему соседу, который праздновал в этот день день рождения, два удара в область плеча и шеи. Несчастный мужчина в результате ударов потерял сознание от болевого шока, упал на пол и в критическом состоянии был доставлен в московскую больницу. Однако дальнейшее поведение Людмилы Порывай просто шокирует. Вместо того, чтобы помочь раненому соседу, она спустилась в продовольственный магазин за спиртным и устроила там настоящий кошмар. Мать Натальи Королевой перебила все витрины и товары в магазине, накричала на продавщицу и только наряд полиции смог остановить буйную женщину. А в это время внук Людмилы Порывай Архип Глушко, оправившись после тяжелых ранений, полученных от криминальных авторитетов Махмуда Сибирского и Дениса Комарова, готовится вернуться в московский СИЗО номер 4, куда он попал по обвинению в убийстве ректора Московского института культуры. По словам главного прокурора города Москвы, самое ожидаемое наказание для сына Натальи Королевой – это 25 лет лишения свободы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...